Сеть парикмахерских локон – одно из старейших в сфере оказания профильных услуг населению и одно из тех предприятий, которое в числе первых в городе Бресте вошло в реестр бытовых услуг Республики Беларусь. Принцип завидной организованности весьма прост – лучше работать легально, тем более никаких сложностей в оформлении нет. Так как это предписано в первую очередь законом, и мы посчитали нужным, если мы уже даем людям официальную работу, а нашим клиентам достойное обслуживание, то это была просто необходимость. Там ничего сложного не было, как наш, можно так сказать, штат сотрудников. У нас же работают не только, допустим, директора, у нас есть юристы, у нас есть консультанты. И таковых сознательных в городе Бресте достаточно много. Они вошли в реестр бытовых услуг, и сегодня каждый желающий может найти их в интернете. Список обширен – ремонт обуви и швейных изделий, автомобилей, услуги химчисток, прачечных, изготовление и ремонт мебели и так далее. У кого-то может возникнуть вопрос – зачем и кому это надо? В первую очередь на сегодняшний день это как республиканская база данных всех субъектов хозяйственников, которые оказывают бытовые услуги по республике. На сегодняшний день одна из первых статистическая функция – посмотреть, сколько занимается, и в дальнейшем смотреть, кого не хватает, где нужно районы менее охвачены бытовыми услугами, более, что нужно развивать. Также в дальнейшем это будет и для учебных учреждений информация, какие специальности более востребованы, менее востребованы, что требуется, каких специалистов необходимо подготавливать. Итак, те субъекты хозяйства, не оказывающие бытовые услуги, просто обязаны, если еще не решились на этот шаг зарегистрироваться в вышеуказанном реестре. Следует отметить, что база информационного источника постоянно пополняется, поскольку сделать это весьма просто и совсем бесплатно. Субъекты хозяйствования, оказывающие бытовые услуги, должны зарегистрироваться в реестре бытовых услуг. Основанием для внесения сведений в реестр бытовых услуг субъекту хозяйствования необходимо подать заявление в Управление экономики Брестского госполкома. Факт субъекта, оказывающего бытовые услуги, подтверждается свидетельством, выдаваемым Министерством торговли. Данный документ выдается в виде электронного документа путем передачи через единый портал электронных услуг уполномоченному органу для последующей выдачи субъекту, оказывающей такие бытовые услуги. В целом за прошлый год порядка тысячи субъектов хозяйствования внесли сведения в реестр бытовых услуг Республики Беларусь. В этом году работа продолжается и уже за три месяца тоже около двухсот субъектов подали заявление в реестр. Сотрудники Московской налоговой инспекции обратившимся напоминают еще об одном важном нюансе. В случае каких-либо изменений или дополнений в ранее поданное сведение, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны внести поправки, подав заявление в уполномоченный орган. Заявление подается в течение одного месяца со дня наступления таких изменений, дополнений или исключения субъекта хозяйственного из реестра бытовых услуг. Плата за такие услуги не взымается. За нарушение порядка оказания бытовых услуг предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафных санкций на индивидуального предпринимателя от 20 до 200 базовых величин, на юридическое лицо до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного от такой деятельности. Вывод напрашивается сам собой. Стремясь развивать бизнес, следует соблюдать нормы законодательства. Лишь тогда можно быть спокойным за свое дело, а авось и как-нибудь до добра не доведут.